МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа. Регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Итак, сегодня в выпуске. Наших студентов учат настоящие профессионалы. Навыки мудрых. Специальная номинация чемпионата WorldSkills для тех, кому за 50. Командиры решили, что я достоин, буду стараться. Готовы Родине служить. Военный инновационный технополис ЭРО принимает пополнение. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Двойной юбилей. Анаптик композитор Вячеслав Черный готовится отметить свое 75-летие. Расчистка и восстановление отводных каналов, строительство социальных объектов, и исполнение бюджета. Это лишь некоторые темы планерного совещания, которые провел сегодня глава Анапы. Подробности в нашем материале. Восстановление отводных каналов – один из приоритетных вопросов, требующих немедленного решения. Подтопление, которое вызвали непрекращающиеся дожди в начале года, следствие того, что система дренажа была нарушена. Многие каналы, построенные 30 лет назад, были попросту засыпаны. Сегодня мы находимся в таком положении, когда в любой момент Анапа может опоплыть, и весь Пионерский проспект. Отводные каналы не просто засыпаны, а засыпаны конкретно, и дороги там поделали по этим отводным каналам. В воде уходить некуда. Сегодня она уходит в одном месте, только через речку Анапку. Все остальное никуда не уходит. Почему на них появились дороги? Почему они засыпаны? Почему в этих отводных каналах кто-то строит, там ФС-ки складывают? Не зря же их строили там 30-40-50 лет назад, эти каналы. Люди знали, что в случае подъема там воды, паводков каких-то, эти каналы работают как уводящие в воду. Их взяли, засыпали, теперь все. Малейший дождь, непогода, начинаем подплывать, начинаем подплывать. Заниматься этим – это приоритетное направление. Еще один вопрос, на котором акцентировал внимание глава Анапы – сохранность одного из главных богатств курорта – песчаных дюн. Один из арендаторов пытался начать незаконную стройку прямо на пляжной территории. Нарушение было зафиксировано. Меры приняты оперативно и кардинально. Договор отправлен на расторжение. Предприниматели известили о том, что мы расторгаем. И параллельно готовятся документы. Там есть протокол, что он рыл. Есть протокол, есть все документы. Природоохранную прокуратуру отправьте, пусть занимаются. В 12-м микрорайоне Анапы началась настоящая эпидемия надписей «Спайс». Общественники активно их закрашивают, однако на жалобы ТОСовцев практически не реагируют управляющие компании. Глава Анапы поставил задачу, чтобы общественникам оказали всю необходимую помощь. Также Юрий Поляков поручил составить график по обследованию лесополос в сельских округах. Несанкционированные свалки, поломанные деревья, сваленные в кучу ветви – все должно быть убрано в самое ближайшее время. Анна Жукова, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе в рамках регионального этапа чемпионата WorldSkills в соревновательный процесс кучились участники, чей возраст 50+. Для них в этом году сделали специальную номинацию «Навыки мудрых». Мастерство, проверенное годами, принимал наш корреспондент Руслан Душевский. Лидия Фадеенко – мастер производственного обучения Анапского колледжа в сферу услуг. В общепите проработала более 30 лет, последние 5 занимается преподавательской деятельностью. Раньше готовила своих учеников к чемпионату WorldSkills в номинации «Поварское дело», а теперь и сама приняла решение поучаствовать. Это было обоюдное решение, мое личное и администрацию колледжа, как лучший мастер этого колледжа. В номинации «Поварское дело. Навыки мудрых» участвуют 4 конкурсанта. Своих кандидатов представили Славянск-на-Кубани, поселок Ахтырский, Лобинск и Анапа. За 4 часа им необходимо приготовить 3 блюда – холодная закуска из птицы, горячее блюдо из рыбы с гарниром и десерт. Светлана Мевша также работает со студентами. В своем ремесле считает главным передачу многолетнего опыта начинающим поварам. Современные объекты общественного питания с каждым годом ужесточают требования к молодым специалистам. Поэтому, чтобы дать знания воспитанникам, нужно постоянно поддерживать и собственную квалификацию. Уроки, наверное, проходят каждый день. И вот стараешься что-то не только, допустим, по программе что-то детям дать, но еще дать и кроме программы что-то, что сейчас требует современный предприниматель. За работой конкурсантов наблюдают более десятка независимых экспертов. Помогают поварам волонтеры. Рецепты на приготовление блюд обговорены заранее и проработаны до мелочей. От посуды, в которой готовится блюдо, до ингредиентов. Москва, Академия WorldSkills, она предоставляет несколько вариантов заданий. И учебное учреждение, мы как ресурсный центр вправе были выбрать одно из этих заданий. То есть тоже, обсудив это с экспертами, мы выбрали данное задание. И вот долгожданный момент. Участники представляют свои кулинарные шедевры. Экспертная комиссия работает в двух группах. В первой оценивают температуру блюда, вес и чистоту тарелки. Во второй группе эксперты проводят слепую дегустацию. Они не видели, кто из конкурсантов и какое блюдо приготовил. Здесь оценивается внешний вид, креативность приготовления, целостность компонентов и вкусовые качества. Нам приятно видеть сегодня на нашей площадке лучших педагогов, профессиональных образовательных организаций. Те, которые могут не только научить, но и самостоятельно показать все это на деле. То есть наших студентов учат настоящие профессионалы. После конкурса для подведения итогов все оценочные листы будут отправлены в Краснодар. Победитель станет известен 31 января. Он будет представлять Кубань на Всероссийском чемпионате WorldSkills, который пройдет в Казани. Руслан Душевский, Анапа-регион. Родители выпускников анапских школ снова сели за парты. Для них провели итоговое собеседование по русскому языку. Все как в жизни, никаких поблажек. Ведь цель этой акции – дать почувствовать взрослым то, что испытывают сами выпускники. Не остались в стороне от эксперимента и наши корреспонденты. Я вам зачитала все четыре задания. Сначала чтение текста, потом его пересказ, потом на ваш выбор монолог, что вы хотите, картинку рассказать про себя, про тему. И четвертое собеседование – диалог с собеседником по монологу. Краевая акция – итоговое собеседование по русскому языку для родителей – явление своего рода уникальное впервые в истории российской школы. По приказу Минобразования в прошлом году был запущен пилотный проект. В этом все родители девятиклассников обязательно сядут за парты. Многие из них сдавали экзамены в последний раз 20 лет назад. Кто-то больше. Я уже и забыл, если честно сказать, и не вспомню. Это было так давно, мне кажется. У нас же такого не было в собеседовании. Мы не проходили. Писали конспекты, приходили на экзамен, учили это все. Приходили на экзамен, тянули билеты, сдавали. У нас это было проще в советское время. Великовозрастные ученики вспоминают, что тогда популярными были сочинения об образе Наташи Ростовой в романе «Война и мир». С тех пор темы поменялись на собеседование. Родители рассуждают о современном искусстве, спорте, танцах и кино. За четыре устных задания они должны получить 19 баллов. На все про все 15 минут экзаменатор может остановить собеседника. Вот для чего тут песочные часы. Тут все по-настоящему родители, ждут очереди. В классе есть наблюдатели из управления образования и других школ. В 2019 году у нас выпускников 9 классов, которые будут проходить итоговую государственную аттестацию, 2400. Рост детей, выпускников 9 классов по сравнению с прошлым годом увеличился почти на 300 детей. Также итоговое собеседование, которое будет проходить 13 февраля основной период, также будут принимать участие как все выпускники 9 классов, так и дети, которые имеют статус УВЗ и дети-инвалиды. Итоговое собеседование по русскому языку, которое будет проходить 13 февраля в основной период, оно будет проходить на базе своих школ, там, где обучаются дети. Тот, кто прошел собеседование, получает зачет и допущен до самого экзамена. Кто провалил испытания, имеет еще две попытки. Телекомпания «Анапа. Регион» решает провести собственный социальный эксперимент. Корреспондент службы новостей без подготовки проходит собеседование в школе. Тема – геолог Кропоткин. Сначала читай. На фотографии изображен выдающийся русский геолог, географ и путешественник. Революционер. Один из теоретиков анархизма Петр Алексеевич Кропоткин. Потом биографию Кропоткину нужно было пересказать, используя знаковые вехи его жизни. Далее – собеседование на тему кино. Ставят зачет – ощущение стресс. Любой экзамен – это стресс. Не только для ребенка, но и для родителей. Вот эта акция, она поможет, во-первых, нам самим понять, что мы все-таки готовы, как мы готовы к этому экзамену. На первый взгляд мы, родители, идем и нам кажется, а что там такого сложного – прочитать текст, ответить на вопросы. Ну, во-первых, даже я волновалась. И потом действительно сложно запомнить все даты, все термины. Самим выпускникам волноваться не стоит. Заверили нас в школе. Темы собеседования разбираются на уроках детально. Анна Жукова, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В военном инновационном технополисе «Эра» очередное пополнение. На место несения службы прибыло 80 операторов научных род. Наобранцев встречала наша съемочная группа. Технополис «Эра» предназначен для инженеров и исследователей, занимающихся созданием военной техники нового поколения. Сюда прибыло 78 солдат осеннего призыва. Пройдя курс молодого бойца на одной из подготовительных баз, ребята приехали в Анапу на постоянное место службы. Теперь в течение года им предстоит не только применить свои знания, умения и навыки, но и получить новые. Ваш труд, ваше знание, которое вы здесь получите, вы претворили не только в обороноспособных нашей страны, но и на мирное дело. Обязательное условие для срочных военнослужащих – это наличие высшего образования. Самым молодым оператором, именно так называют вновь прибывших, 24 года. Ребят отбирают по особым критериям. Нужно не только обладать базовыми знаниями, но и иметь опыт в научно-исследовательской деятельности. Конкурс на службу «Эре» составляет порядка 8 человек на место. Егор Кривенко призывался из Уфы. Окончил Уфимский государственный нефтеперерабатывающий технический университет. Там же в учебном заведении деканат предложил ему срочную службу «Эре». Заявку одобрили. Теперь он не просто солдат. Он оператор 4-й научной роты. Я с раннего детства хотел служить в армии. И думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что мои мозги помогут в развитии нашей страны. Поэтому решил попробовать пройти конкурс. Подал заявку на сайте, отправил резюме. Со мной было проведено онлайн-собеседование. И, видимо, командиры решили, что я достоин. Буду стараться поддерживать полученные ареномены. А вот Тарас Давиденко служит в Технополисе более полугода. Призывался в Санкт-Петербурге. По факту он стал участником исторического события. Попал в состав первого призыва. И своими знаниями, в том числе, дал старт работе «Эры». С первых дней нас стали привлекать к тому, чтобы принимать оборудование вновь приходящее. Ну, соответственно, мы вводим его в эксплуатацию. Разбираемся в том, как оно работает. Записываем какие-то наработки для будущих призывов, чтобы людям было легче потом влиться. Ну, собственно, сегодня мы в свои ряды приняли еще один призыв. И их как можно быстрее будем вводить в работу, чтобы они нам помогали. Часть призывников первого призыва уже демобилизовалась. Но двое выпускников остались в «Эре». Теперь уже в качестве сотрудников. Армен Есаян, родом из Тимошевска, в научную роту попал после окончания Ростовского государственного университета путей сообщения. Теперь будет трудиться техником во второй испытательной лаборатории энергетики и технологии аппаратов и машин. Здесь изучают свойства топлива. От обычного автомобильного до высокотехнологичного, которого используют при запуске ракет. Первые рабочие дни у меня. Но, в частности, это будут процессы по более энергоэффективному сгоранию топлива, по более износостойким маслам. В таком ключе будут проводиться испытания. Технополис «Эра» начал свою работу 1 марта 2018 года. Вместе с новым призывом сейчас здесь проходит служба 160 операторов-срочников. Работа комплекса идет полным ходом. Заданы научные направления. Исследованиями занимаются 4 научных роты. Но в скором будущем базу ждут серьезные изменения в инфраструктуре. Количество научных рот будет увеличиваться. Уже есть решение министра обороны о создании 5-й научной роты. Сейчас будут проводиться строительные работы второй очереди. И по их завершению количество научных рот будет увеличено до 10. Соответственно, это будет такой большой кулак в научном прогрессе. Поэтому планируем дальше развиваться вместе с Технополисом. Самые востребованные специальности в «Эре» – это программное обеспечение, робототехника и биотехнологии. Разместить личную анкету и принять участие в отборе можно на сайте Технополиса «Эра». Руслан Душевский, Роман Бергалиев, Анапа. Регион. Сразу двойной юбилей отметит в этом году анапский композитор Вячеслав Черный. Ему исполнится 75 лет. И 60 лет. Именно столько он посвятил себя музыке. Сейчас в репертуаре Вячеслава Черного и его коллективов более 2000 песен, которые он может начать с любого места и исполнить хоть в миноре, хоть в мажоре. В этом лично убедилась Анна Жукова. Композитор Вячеслав Черный знает наизусть 1500 песен. Написал музыку еще для сотни, объездил в Союз. Сегодня его песни известны в Анапе, Новороссийске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, в Крыму и даже в Заполярье. Я работал на севере, в Инте, за полярным кругом, вот это мы колени водом, и давали концерт. Они всегда нам были очень рады и катали нас на собаках, на оленях, так что покатался и летом, и зимой. Переезжая из города в город, он брал только самое необходимое – 40 килограммов нот и 5 баянов. Другие инструменты – орган, синтезатор, фортепиано – перевозить не мог чисто физически. Пять баянов было, сейчас четыре осталось, ну, это, два нормальных, а остальные просто для работы. Они разные, координированы, там пять рядов, у меня рояль стандарт, потом заказной, вот, тульский. Вот эти баянчики, они легкие и вот для работы, ехать куда-нибудь. Стаж работы – 60 лет. В музыкальную школу в Донецкой области ходил пешком, ночью, 14 километров туда и обратно, несмотря на травму ноги. В четыре года попал под поезд. Отучился в музучилище, работал в Донецкой государстве на академической филармонии, руководил группой Арида, филармонии Майкопа. Сотрудничал с популярной болгарской певицей Маргаритой Григоровой, Валерием Абадзинским, группой Песнеры. Вячеслав Черный – сам очень талантливый человек. Он подбирает для каждого его любимый репертуар. И он очень много написал своих произведений, которые мы с удовольствием исполняем. И военный репертуар, и лирические песни. Сегодня Вячеслав Черный руководит двумя коллективами в Клубе культуры «Ветеран» – от Рада и Анапские казачки. Хоть дождь, хоть град, хоть что-то, никогда такого не было, чтобы нас погода как-то остановила. И мы, так сказать, не пришли сюда, чтобы, так сказать, видеть друг друга, слышать друг друга, чтобы обогащаться друг от друга хорошей, так сказать, энергетикой. Мы сюда с таким удовольствием спешим, так рады встрече здесь со всеми, кто посещает этот клуб «Ветеран». Просто ощущаем прилив самых благоприятных эмоций. Валентина Мирошниченко за 80 вокалом занимается полвека. Она из хора «Анапские казачки», которому исполнилось 27 лет. Подсчитала, что на репетиции ходила 5000 часов. В хоре воспитатели, медики, бухгалтеры, швеи есть и профессиональные музыканты, работавшие даже директорами домов культуры. Сравниваясь с другими коллективами, многие говорят. Здесь интереснее, здесь больше работы, здесь больше эмоций, здесь больше песен, больше мероприятий. Коллективы «Черного» участвуют и побеждают в конкурсах. Занятия творчеством для многих, как эликсир молодости. Анна Жукова, Роман Веркалиев, Анапа. Регион. Все выпуски новостей на нашем сайте, на по-регион.ру. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь, это может спасти вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова